Хорошо, сегодня мы рассмотрим гид и напишем пару алертов. Такое же примечательное основное. Собственно тема это гид. И какие у нас есть типы системы контроля версии. Локальные системы контроля версии, централизованные системы контроля версии и распределенные системы контроля версии. Возможно вам никогда и не придется работать с централизированными системами контроля версии. По крайней мере, я вам так желаю никогда с ними не работать. Но мало ли что произойдет, и вам хотя бы нужно узнать о существовании таких снимоконтрольных версий. Нас интересуют отличия. Собственно, локальные от централизованных от распределенных. Локальные. Вы создаете какой-нибудь файл или работаете с каким-то файлом, и, создавая каждую новую версию файла, вы создаете новый, изменяя файл, вы создаете новую версию. Версию 1, версию 2, версию 3. И в OSX есть отдельная утилита RCS для локальной использования. Ее довольно редко используют, потому что все работают с ГИТом. В любом случае, локальные системы контроля версий нужны, чтобы локально отслеживать какие-то изменения на вашем компьютере. Централизованные системы контроля версий. Тут более интересный вариант. Когда все изменения хранятся на отдельном сервере. На сервере, сервер в данном случае отображен справа, и каждый клиент, каждый компьютер коннектится к этому серверу, и чтобы создать новую версию, он посылает команду на сервер, создай новую версию. И все остальные клиенты видят это изменение и могут себе эту версию скачать и продолжить работать там поверх, например, этой версии. Собственно, самый такой популярный это CVS и Subversions системы. Довольно, ну скажем так, их можно встретить в iOS-разработке. Особенно на проектах, которые уже не один год запущены в продакшн, иногда встречаются. Особенно в продуктовых компаниях, вот я хочу акцентировать на это внимание. В аутсорс-компаниях, которые работают на заказчиках, такое редко встречается. В продуктовых компаниях это довольно часто встречается, такая система контроля версий. Ну и собственно, самый яркий пример и недостаток этой контролевой версии, когда я работал в одной из продуктовых компаний, у нас лег этот главный сервак, а без него ты не можешь работать абсолютно, потому что весь код, вся версионность находится на сервере, если у тебя нет доступа к серверу, ты ничего не можешь делать. Поэтому, в принципе, мы занимались какой-то фигней, самообучением, пили чай, играли в домино. Соответственно, плюс этой системы в том, что всегда есть четкий контроль и администрирование. Почему продуктовые компании выбирают такой вариант? Потому что они уверены, что их код никуда не улетит, не уйдет, его никто не украдет и так далее. Тяжелее, так сказать, это сделать, чем другими системами. Ну а минус, понятное дело, это то, что отвечает один сервер. Иногда этот минус стараются, как сказать, уменьшить и сделать не один сервер, а два, которые между собой синхронизируются все время. И если один лег, то вы можете работать со вторым, продолжать. Но опять же, это не отменяет, что если у вас в офисе отключили интернет, то вы не сможете продолжать работать, ни в коем случае, не важно, работают серверы или нет. И распределенные системы контроля версии. Распределенные системы контроля версии довольно интересные, к ним относятся как раз гид. И фишка этой в том, что один и тот же репозиторий находится и на сервере, и на локальном компьютере. Сервер в данном случае выступает просто главным репозиторием, с которым все остальные синхронизируются. Но в любом случае, если же серверы украдут и украдут все локальные компьютеры, но один не украдут, вы спокойно разворачиваете ваш код с этого одного единственного компьютера и продолжаете работать дальше. То есть распределенная система контроля версии подразумевает, что данная система будет развернута и на сервере, и на всех клиентах. Поэтому первое скачивание, когда вы пришли в новую компанию, новый человек, вам говорят скачать проект, следите, первое скачивание самое долгое, потому что вы закачиваете себе всю базу. В дальнейшем вы будете скачивать только дельту, то есть различия между вами и сервером. То есть будете скачивать только вот эти маленькие различия или большие различия, не важно. Вот, соответственно, минусы, это первый раз долго скачивать репозиторий. Понятное дело, плюсы, это то, что когда умирает сервер, работа не останавливается, все могут продолжать работать, как и работали. Собственно, поэтому гид и стал настолько популярной системой. Почему гид набрал популярность? В первую очередь из-за скорости работы. Каким образом, вообще, почему скорость была основным критерием? Дело в том, что гид создавался в первую очередь для того, чтобы применить версионность на файлах ядра линукса. Файлов там огромное количество. И главным, собственно, критерием было то, чтобы эта система не зависала при работе с большим количеством файлов. А там, ну, просто миллионы строк-кода, сотни миллионов строк-кода. Соответственно, скорость, это была основной критерией. Когда компания, которая разрабатывала ядро линукса, ушла от одного заказчика, они решили сделать свою версионность именно из-за проблем с перформансом. Собственно, так и родился гид. Это ребята, которые педалили ядро линукса, сделали для себя ту-ду версионности, понятно? Которые сейчас пользуются, собственно, весь мир. Простота дизайна. В первую очередь, это связано с командами, которые нам нужно будет вводить. То есть, команд довольно, скажем так, ограниченное количество. Конечно, они все конфигурируемые, эти команды. Вот, но, в принципе, довольно простые по сравнению с остальными системами контроля версий. Поддержка нелинейной разработки. Что это значит? Это значит, что вы одновременно можете разрабатывать кучу-кучу всяких фич. В принципе, и другие системы контроля версии это поддерживают. Но есть системы контроля версии, которые это не поддерживают. Поэтому вынесены отдельно пунктом. Полная распределенность. То есть, в роли сервера, в принципе, в роли, скажем так, репозиторий хранится на всех частях системы. То есть, как на клиентах, так и на сервере. И, собственно, поэтому облегчается работа с этой системой. В принципе, эта система контроля версии работает довольно просто. Даже если у вас нет сервера, но есть флешка. Вы можете все свои изменения патчить, заливать на флешку. Этот патч применять у другого человека на компьютере. В этом, опять же, плюс для того, чтобы использовать эту систему. Хотя это редко, конечно, нужно. Но, возможно, когда-нибудь пригодится. Ну, собственно, то, что я сказал уже. Возможность эффективной работы с большими проектами. Такой, как и друг Linux. То есть, довольно легко сохраняются данные, быстро считываются, быстро обрабатываются и так далее. Собственно, каждый файл, который вы изменяете, он сохраняется в, скажем так, вот у вас есть версия, первая версия вашего репозитория. Репозитория, собственно, система, которую мы сохраняем. И все файлы в этой системе, все вот это, грубо говоря, папочка, да, в которой будет храниться все наши изменения, весь наш проект, все, что мы хотим версионировать, все, что мы хотим загонять под версии, это называется репозитория. И в вашем репозитории может быть несколько файлов, может быть один файл, может быть лежать целый проект, как в нашем случае. Вот, соответственно, гид работает следующим образом. Если вы делаете первую версию, вы создаете эти три файла, ABC и добавляете их в версионность. Дальше, если вы изменяете в следующей версии, версия 2, это второй столбик, если вы измеряете во второй версии файл А и файл С, создается две его новые версии, А1 и С1. При этом, вторая версия содержит также в себе и файл B, но только не сам файл, а линку на него с предыдущей версии. То есть, в случае версии 2, у вас вместо файла B хранится линка на его предыдущее изменение. То есть, если в версии 3 изменился только файл С2, то у нас идет ссылка в данном случае с файла на файл А в версии А1, то есть со второй версии. Мы в третьей версии имеем версию файла А, которая взята со второй версии. А файл B, как остался в самой первой версии неизмененном, так на него линка и сохраняется. То есть, фишка в том, что гид прокидывает вот такие, такого рода линки и на каждое изменение файла создает новый файл, полностью новый, в который сохраняет эти изменения. Собственно, есть 3, скажем так, главные операции при работе с файлами в репозитории. Собственно, у файлов в репозитории есть 3 состояния. Зафиксировано, изменено и подготовлено. Мы будем использовать все 3 состояния. Давайте поговорим о ней. Соответственно, зафиксированы. Значит, что файл уже сохранен в вашей локальной базе. И он просто хранится в ней. К измененным относятся файлы, которые поменялись, но еще не были зафиксированы. То есть, вы взяли готовый репозиторий и начали вносить в нем изменения. У вас появились какие-то измененные файлы. Это состояние называется на английском stage. Staging area. Подготовленные файлы, это измененные файлы, отмеченные для включения в следующий коммит. То есть, а, извините, подготовленные файлы, это staging area. Ну, пока что нам это ни о чем не говорит. Посмотрим, как это будет работать, собственно, в самом Source 3. Какие команды нас интересуют? Первое, что нас интересует, это как сохранять и создавать новую версию. Чтобы создать новую версию, используется команда, в красненьком внизу, git commit написано. Как вы работаете? Вы достаете себе репозиторий, скачиваете его. В этом репозитории может лежать какое угодно количество файлов и, скорее всего, в ваш xcode проект. Вы начинаете носить изменения в этом проекте, в этом файле. И дальше, если у вас изменения устраивают, вы их просмотрели, вы сделали все корректно, вы добавляете эти изменения, пытаетесь сделать, собственно, новый слепок, новую версию. И для этого используют команду git commit. У нее есть еще вариация git commit минус а. Если в консоли это вводить. Собственно, git изначально разобатывался для того, чтобы работать в консоли. Мы с вами будем работать сегодня в программе Source 3. Это такая интерфейс-настройка. На самом деле под капотом она просто выполняет команды терминал. Больше ничего. Я вам рекомендую научиться использовать и эту программу, и научиться работать с git в консоли. И в том и в том есть свои плюсы и минусы. Почему рекомендую вам научиться работать с git в консоли, в терминале? Дело в том, что git он универсальный на всех платформах. На Windows, на Linux, на macOS. Везде гид команды одинаковы. А вот интерфейс вот этот Source 3 может, например, не присутствовать на какой-то из платформ. Например, на Windows или Linux. Он может не поддерживаться этими платформами. Он может быть не той версионностью. Он может содержать баги и так далее. Git не содержит багов. Все вот эти программульники, которые используются для работы с git, содержат баги. И вы должны это понимать. Поэтому, научившись работать в консоли, вы всегда будете иметь стопроцентное значение репозитория. Без каких-нибудь багов. Всегда будете знать, как это работать. И вам это всегда поможет при удаленной работе с какой-то машиной. Если вы удаленно будете работать с машиной по SSH, например, в терминале, то там, соответственно, никакого интерфейса не будет. И придется все настраивать через консоль. Поэтому, и, собственно, вся литература по GitU, это, в первую очередь, литература по работе с консолью. Литературу по работе с приложениями вы мало где найдете. Даже документация по Source 3 довольно скудная. Вот. Поэтому, в первую очередь, я вам рекомендую сначала изучать консольный вариант команды, а затем искать аналог в интерфейсе, которым вы сейчас пользуетесь. То есть, распространенный для iOS разработки это Source 3 интерфейс. Вот. Но, возможно, на ваших проектах будут какие-то другие. Акцентирую ваше внимание, что в Xcode встроен Git. По умолчанию он есть там. И вы можете прямо в Xcode делать слепки, изменять файлы и так далее. Вот. Но мало кто вообще этим пользуется. Потому что в Xcode это не совсем удобно делать. Поэтому изучение, как это работать в Xcode с репозиторием, это я оставляю вам на самостоятельное изучение. Если захотите, посмотрите. В любом случае, все даже в Xcode будет интерпретироваться в команды в консоли. Все к этому сводится. Поэтому, если вы научитесь сами вводить эти команды в консоли, будет намного проще. Соответственно, первая команда, это когда вы сделали изменения, вы можете их закоммитить. Закоммитить, это значит сделать новую версию или сделать новый слепок. Сделать коммит, сделать новую версию. Соответственно, новая версия, в данном случае, это каждый столбик. Версия 1, версия 2, версия 3. То есть, каждый коммит создает новую версию. где есть линки на предыдущие файлы и новый файл, если он был изменен. Соответственно, файл во время изменения, он ходит между тремя состояниями все время. Тоже мы сейчас посмотрим, как это выглядит. Между состояниями checkout, между состояниями staged и между состояниями committed. Еще пару команд, которые нас интересуют, они выделены красненьким. GetStatus показывает текущее состояние репозитория. Собственно, есть вот такой интересный график, который называется FileStatusLifeCycle. Ваш файл, самый первый столбик, он может вообще не находиться в репозитории. После того, как вы добавили этот файл в репозиторий, он становится unmodified, то есть неизмененным. Дальше вы вносите в него изменения, он становится unmodified. И дальше, чтобы сделать новую версию, чтобы подготовить его к новой версии, вы используете stage состояние. И дальше, после stage состояния, когда вы делаете вот эту команду commit, файл переходит обратно в unmodified состояние. То есть как будто он добавлен в репозиторий. В unmodified состояние только уже версия идет файла не A, а A1, например. Собственно, все файлы в репозитории проходят через эти все три состояния. Как-то так. Соответственно, чтобы изменить файл, чтобы перебнать состояние файла из состояния unmodified в modified, вам не нужно ничего делать, кроме как внести в этот файл изменения. То есть вы просто тупо его открыли, внесли у него изменения. Гид автоматически обнаруживает, что вы внесли изменения в этот файл и переводит его состояние unmodified в modified. Дальше гид вам отображает, команда git status отображает, что у вас есть измененный файл. То есть команда git status необходима для того, чтобы смотреть, какие файлы вы изменяли. И смотреть на их состояние. Дальше, если вы внезапно захотели, или сказали, так, этот файл закончен, он идеален, хотелось бы его подготовить к коммиту, подготовить к версии. Вы выполняете команду git add. Git add команда переводит файл из modified состояния в staged состояние. Соответственно, все файлы, находящиеся в staged состоянии, после команды commit успешно переходят в состояние unmodified и сохраняются в репозиторе. То есть команда commit перегоняет файлы из staged состояния в unmodified. Как-то так. Тут вам нужно будет текст ознакомиться с ним дома. В принципе, много что рассказал из этого, но повторить вам будет не мешать. Команд довольно много у git, но они все довольно примитивные. Главное понять принцип. Есть, скажем так, четыре основных направления команд, и остальное оно как-то дублирует все между друг другом. Для работы ежедневной с гитом. Понятно, что для каких-то там единожды задачи больше вариаций. Опять команда git commit. Иногда вам нужно внести изменения в предыдущую версию коммита. То есть вы сделали версию, такие, а, блин, я там комментарий забыл удалить. И не хочется делать новый слепок. Потому что новый слепок должен содержать какую-то логическую составляющую. Мы выполняем команду commit, когда мы, например, вы работаете с таблицей, сделали ячейку. Накидали UI в ксибе, полностью все сделали, или в коде сделали UI. И решили сохранить эту версию. Сохраняем версию, называем ее, какие-то там, edit cell, или UI cell, или что-нибудь такое. Описывайте, что вы делали в этом коммите. Сохраняйте это изменение, коммитите, и продолжайте дальше работать, как ничем не бывало. Таким образом, мы с помощью коммитов стараемся разбивать историю нашего проекта на логические составляющие. То есть, если в нашем случае работа с to-do листом состояла из нескольких этапов. Например, этап создания самого контроллера, конфигурации таблицы и так далее. Настройка data source, делегата и так далее. Это первый шаг. Второй, это там настройка селлов. Третий шаг, это добавление модели task и настройка самой модели task и добавление использования ее в контроллер. Четвертый шаг, это мы взяли эту таблицу, применили к split view контроллеру, сделав навигацию и так далее. То есть, разбивая такие шаги разработки, вы также стараетесь и коммитить. Чем меньше ваш коммит, тем лучше, считается так. То есть, чем он детальнее, чем он логически завершен, тем лучше. Есть еще такое негласное правило. Каждый слепо, каждый коммит, который вы делаете, должен обязательно собираться. То есть, если вы сделали какой-то код и этот код у вас в проекте не собирается, но он логически завершен, то желательно его не коммитить до этапа, пока он все-таки не начнет собираться в ваш проект. Просто собираться. Не важно, что он будет работать или нет, а именно собираться. То есть, что проект собирается. Собственно, команда git commit, кроме того, что делает слепок, она может этот слепок перезаписать. Она может взять команда git commit и если вы используете параметр amend, что она делает? Она берет и перезаписывает текущий слепок. То есть, вы сделали коммит, забыли комментарий убрать, чтобы не делать новый коммит с убранным комментарием. Вы удаляете этот комментарий и делаете git commitment. Таким образом, старый слепок просто обновится. git checkout benchmarks отмена изменения файла. То есть, git checkout, таких два слыша и вставлять это в файл. Таким образом, вы файл возвращаете из modified состояния в unmodified состояние, когда это может быть полезно. Вы зашли в репозиторию, у вас там все работало, все классно. И тут вы начали писать код. Начали писать код и где-то там запутались, куча всего написали какого-то кода непонятного, нифига не работать. Вы такие, блин, как мне откатиться обратно, что мне делать. Вы смотрите, какие вы изменяли файлы с помощью команды git status. И дальше все эти файлы просто возвращаете в изначальное состояние, с которого вы начали работать. То есть, вводите команду git checkout, два слыша и список файлов, которые вы хотите отменить ваши изменения. Git remote, для того, чтобы посмотреть, какие удаленные серверы у вас уже настроены. То есть, вы посмотрите, привязан ли ваш репозиторий к серверу или нет. Git clone, для того, чтобы себе проект стянуть с сервера, команда git clone. Для того, чтобы свой локальный проект, то есть, у вас есть локальный репозиторий, который не привязан к серверу, и вы захотели его привязать к серверу, вы говорите git remote add и URL на сервер. Таким образом, вы привяжете ваш репозиторий к серверу, если он у вас уже изготовлен. То есть, если вы хотите себе скачать, вы используете команду git clone. Если вы хотите текущий проект, текущий репозиторий, подсоединение к серверу, возможно, пустому, возможно, заполненному, неважно, вы используете команду git remote add. Сейчас, наверное, особо нет смысла запоминать все эти команды. Чем чаще вы их будете использовать, тем они, как сказать, войдут в ваш регулярный обиход. Давайте сделаем следующее. До того, как мы начнем рассмотреть команды fetchpool и push и так далее... Давайте все-таки рассмотрим. Итак, соответственно, для работы с сервером есть две отдельные команды. Когда у нас распределенная система контроля версии, такая как git, кто-либо с локальной тачки, например, программист A, заливает свои изменения на сервер, то программист B видит, что на сервере изменился репозиторий. И у него есть два варианта. Первое. Он может скачать себе эти изменения, просто скачать. Это команда fetch. Вы просто скачиваете себе эти изменения. Команда pull делает еще один дополнительный шаг. Она скачивает изменения и автоматически переключает вас на это изменение. То есть, если вы... Ну, в общем, разница такая. Fetch просто скачивает, pull скачивает и переключает вас. Для того, чтобы самому залить изменения на сервер, используется команда git push. Git push и указываете, куда заливать и какую ветку. То есть, для работы с сервером всего лишь три команды. Просто скачать, скачать и переключиться на эти изменения. И запушить свои изменения. Все просто. Ветвление. Итак, собственно, git рассчитан на то, что вы будете использовать в этой системе контроля версий ветвление. Ветвление подразумевает, что у вас есть какая-то основная ветка с версиями. Предположим, у вас есть по умолчанию, так сказать, есть одна из самых главных веток в детей, которая создается по умолчанию, ветка мастер. Вы, создавая репозиторий, получите эту ветку мастер. В нашем примере сейчас просто по умолчанию получите эту ветку. Это будет самая главная ветка в вашем приложении. Соответственно, все коммиты, которые вы будете делать, все изменения будут добавляться в эту ветку. Когда вы захотите посмотреть все ваши версии, которые вы наделали, все ваши снэпшоты, слепки, версии, коммиты, это все одно и то же, это все синонимы. Захотите их посмотреть, вы заходите в ваш репозиторий, и сначала вы должны выбрать ветку, в которую вы хотите посмотреть это все дело. По умолчанию вы уже будете находиться в какой-то ветке, у нас будет одна ветка по умолчанию создана, это мастер, то есть мы будем находиться в мастере. И в этом мастере мы можем посмотреть все наши версии, которые были созданы, и переключаться между ними. Соответственно, каждый раз, когда вы создаете новый слепок, данная ветка указывает всегда на последний коммит, поэтому создавая всегда новый коммит, ветка будет переключаться на следующий коммит. Соответственно, у нас есть привязка коммитов, или слепков, или там снэпшотов, к ветке. Поэтому, когда вы делаете новый коммит, у ветки, ветка сама обновляется, и она начинает указывать на ново созданный коммит, и так далее. Таким образом, вы можете создавать новые ветки следующим образом. Например, ветка мастер. Во-первых, давайте сейчас перед тем, как перед созданием новых веток, для того, чтобы гид отслеживал, где вы сейчас находитесь, какой из веток, есть такое понятие head, или указатель, или верхушка, в общем, head. Head – это то, где находится сейчас человек, работающий с репозиторием. На слайде ниже указано, что, вот на картинке внизу, указано, что head указывает на мастер. Это значит, что текущий пользователь находится в ветке мастер, а ветка мастер ссылается на последний коммит под номером F30AB. Соответственно, что мы еще видим? Снизу есть у нас тоже стрелочка, и это еще одна ветка под названием testing, которая создалась после выполнения команды в левом верхнем углу git branch testing. И у нас получается, в нашем репозитории есть уже две ветки, но эти обе ветки ссылаются на один и тот же коммит. Сейчас пользователь находится в ветке мастер. Соответственно, если пользователь сейчас сделает новый коммит, находясь в ветке мастер, то мастер переключится на следующий коммит, а testing останется смотреть на коммит F30. И когда вы будете переключаться между ветками, между веткой мастер и веткой testing, вы будете переключаться между разными коммитами. Собственно, чтобы переключаться между ветками, вот вы находитесь, у вас head находится на мастере, то есть вы находитесь в мастер ветке. Для того, чтобы переключиться, используется команда checkout и название ветки. Мы до этого видели эту команду checkout на предыдущем слайде. И это, наверное, одна из таких, наверное, единственных противоречащих команд в системе git, потому что если вы для команды git checkout передадите файл, то она отменит в нем изменения, а если вы в git checkout передадите название ветки, то она вас переключит на эту ветку. Вот, собственно, что нужно запомнить с этой командой. Если вы в git checkout скармливаете файл, она отменяет изменения. Если скармливаете ветку, она переключает вас на эту ветку. Собственно, выполняя команду git checkout testing, наш head переключается с мастера на testing. И теперь пользователь находится в ветке testing. И если он сейчас сделает новый коммит, то тестинг ветка уйдет, переключится на следующий коммит, а мастер останется на предыдущем коммите F30. F30AB. Соответственно, данный пример. Пользователь, находясь в ветке testing, делает коммит. Новый коммит под номером C2B9E. И обновляется состояние самой ветки тестинга. Мы продолжаем находиться в ветке testing. Head находится в тестинге. Вот. И теперь у пользователя есть возможность перейти обратно в мастер. При переходе обратно в мастер ветку, он возвращается, получается, на один коммит назад. Чтобы перейти, еще раз напоминаю, выполняем команду get checkout. Get checkout master, переходим обратно на ветку master. Теперь пользователь сделал следующее. Он сделал в мастере коммит. И что мы видим? Мы видим ветвление в нашем репозитории, где коммит F30A стал, получается, таким вилочным коммитом. Получается, что мы сделали новый коммит в ветке master. Мастер переключился на новый коммит. И у нас появилось ветвление. Если мы переключимся на ветку master, у нас одни изменения. Переключимся на ветку testing, у нас другие изменения. И они никак не пересекаются друг с другом. Собственно, такое количество веток вы можете делать неограниченное количество. Вы можете сейчас также, находясь в мастере, создать опять же новую ветку на этот коммит. И внести в нее изменения и сделать еще одно разветвление уже на другом этапе. То есть вы можете делать какое угодно количество разветвлений. Все эти разветвления будут называться ветками. Так и происходит работа с гитом и работа с репозиторием. У вас всегда есть главная ветка, в которой вы работаете. В нашем случае это будет ветка master или develop. Посмотрим. Вы всегда создаете новую ветку под названием вашей новой фичи. Например, добавление, экрана, регистрация. И называете так ветку, там, add, login, screen или что-нибудь такое. И продолжаете, начинаете работать в этой ветке. Дальше, после того, как вы закончили работу в этой ветке, вы сливаете эти ветки воедино. Чтобы все изменения, так сказать, хранились в основной ветке. Обычно, ну сейчас об этом дальше поговорим. Какие у нас еще... А, вот, собственно, что нам интересует. Есть у нас три ветки, которые мы видим на экране. Ветка master смотрит на c2. Ветка hotfix смотрит на c4. И ищу 53 смотрит на c3. И что мы хотим сделать? Мы хотим все эти ветки слить воедино. Каким образом? Выполняем, находясь в мастере. То есть мы выполняем сначала команду git checkout master. Переключаемся в мастер. Мастер, так как это самая главная ветка в нашем приложении, мы хотели бы, чтобы в ней хранилась всегда самая последняя версия нашего приложения. Да, самый крутой рабочий код и так далее. И вот мы создали hotfix, ветку которой что-то там быстро пофиксили и залили пользователям. Все, билд ушел в App Store, пользователи довольны и мы хотим обновить наш репозиторий, что у нас все замечательно. Для этого мы должны мастер переключить на ветку hotfix. Как мы это делаем? Для этого мы сливаем ветки. Так как у ветки мастера и hotfix довольно интересная иерархия, то есть они буквально последовательные, да, то мы выполняем слияние веток командой merge. И за счет того, что у нас иерархия такая последовательная, не возникает никаких проблем при слиянии веток. Даже потенциальных проблем не может возникнуть. И эффект, который мы наблюдаем, находится на картинке справа, где у нас сверху на один и тот же commit сразу указывают две ветки. И ветка мастер, и ветка hotfix. Это удалось благодаря команде merge. Merge, это слияние, по-моему так переводится на русский. Соответственно, мы провели слияние веток и гид переключил мастер с commit от C2 на commit от C4. То есть с одной версии на версию выше. Если мы захотели после этого удалить ветку, мы используем команду git branch с параметром минус D. Если вы используете маленькое D, вы просто просите удалить гид эту ветку. А если у вас есть какие-то изменения в ней, которые не залиты на сервер, скорее всего, гид вам не разрешит удалить эту ветку. Поэтому, если вы хотите настоять на удалении ветки, то вам нужно git branch минус D, только минус D большое. То есть если вы хотите настоять на удалении, вам нужно писать большое. И так все время при работе с гидом, если вы хотите настоять при каких-то операциях, просто маленькую бубу заменяйте на большую. Соответственно, слияние веток может происходить не только так просто, как переключение мастера на commit выше. Оно может происходить в более сложном варианте. Итак, мастер у нас находится на commit C4, а ветка ищу SS53 находится на commit C5. И мы хотим слить эти ветки. Что мы видим? Мы видим, что у них есть общий commit, который называется initial commit для ветки SS53. Это commit C2, то есть с него, так сказать, прошло разветвление. И гид довольно легко находит такие разветвления. Соответственно, мы хотим слить эти ветки. Мы выполняем то же самое, что в предыдущий раз. Мы переключаемся на мастер и вливаем в мастер ветку SS53 с помощью команды merge. То есть то же самое, что на предыдущем слайде. Git checkout master, git merge hotfix. То есть мы переключились на мастер и смержили в мастер ветку hotfix. То же самое здесь. Мы переключились на мастер, git checkout master и выполняем команду git merge SS53, вливая в мастер, в ветку, в которой мы находимся, вливая другую ветку. Соответственно, что делает команда merge? Когда у вас есть вот такое разветвление, она производит новый коммит C6, в который попадают изменения из ветки SS53 и из ветки мастер. При этом ветка мастер уходит на коммит выше, то есть на коммит C6. То есть команда merge, запомните это пожалуйста, при слиянии веток создает вам новый коммит. Это важно запомнить. Соответственно, что мы в дальнейшем делаем? В дальнейшем мы удаляем ненужную ветку SS53 с помощью команды git branch, git branch, минус D и удаляем ветку. Таким образом у нас остается чистый репозиторий с нашей веткой мастер, с последним кодом, с любыми изменениями и так далее. Иногда при слиянии веток возникают конфликты. И эти конфликты мы научимся сегодня тоже решать. Конфликты могут быть следующим образом. Ну например, кто-то взял if и написал на номер, уже был готовый if, и он в коммите C4 взял и написал if true и оставил этот if. А в ветке SS53 другой человек взял и написал в этом же if false для своих нужд, для каких-то своих важных. Соответственно, они в одной и той же строчке внесли изменения эти люди. Тот, кто работал в мастере, изменил эту строчку в коммите C4. Тот, кто работал в SS53 ветке, он сделал в этой строчке в коммите C3 изменения. То есть в одной и той же строчке произошли два разных абсолютных изменения. В одной написано true строчки, в другой false. При слиянии гид не понимает, что ему выбрать, потому что для него это равнозначное изменение. По приоритетам, что один человек выбрал true, что второй человек выбрал false. Он не понимает, что выбрать, true или false. Поэтому он просит программиста или человека, работающего с репозиторием, определиться. Что ты все-таки хотел? Ты хотел true или false? И он выдает merge-конфликт. В этом merge-конфликте он предоставляет вам возможность запустить программу линку отдельную, которая покажет, или вы можете сами запустить файлик, которая покажет, в каком файле возник конфликт и что с этим конфликтом делать. Соответственно, после того, как вы решите этот конфликт, выберите все-таки true или false, вы сможете сделать новый commit и закончить merge. Итак, управление ветками. Как мы уже поняли, есть команда gitbranch. Gitbranch показывает ветки, которые у вас есть на локальной машине. Введя команду gitbranch, вы видите ssa53, master, testing и остальные ветки. Введя команду gitbranch с параметром "-v", вы еще увидите последние коммиты в этих ветках. Как номера этих коммитов, так и текст этих коммитов. Каждый слепок, каждый коммит должен содержать текст, что вы в этом слепке сделали, что вы в этом коммите сделали. Поэтому разбивать эти коммиты нужно на логические какие-то участки кода. Желательно минимальные участки кода. Под минимальным, например, написали какой-то класс один, еще никуда его в проекте не внедряли, просто написали. Сделали коммит. Затем внедрили его в проект, добавили где-то изменения, сделали еще один коммит. Затем провели какие-то тестирования, нашли кучу багов, пофиксили их и сделали третий коммит, типа там, что он сделал какие-то фиксы. Вот, соответственно. Что это за номер коммита? Каждый коммит для своей уникальности, ему нужно как-то подчеркать уникальность, использует хэширование или функцию хэш для того, чтобы выщелить свой хэш. Кто слышал вообще о хэшах? Что такое хэш-функция? Хэш. Что, серьезно? Хорошо. Внимание, вопрос тогда. Кто скачивал какие-то программулинки с Торотов? И, у меня так руку только один поднял, остальные стесняются. Ладно, когда вы смотрите описание, есть хэш этого программулинки. То есть написано в раздаче всегда хэш. То есть это уникальная цифра, которая отображает данные текущие. Хэш – это однонаправленная функция, которая что делает? Вы этой функцией скармливаете набор данных, не важно каких, что угодно вы скармливаете. И она возвращает уникальное значение для этих данных. То есть, если вы 20 раз скормите этой функцией войну и мир, текст, она всегда вернет одно и то же значение – уникальное для войны и мира. Если вы в этой войне и мир, во всех там, сколько там, томов этих, где-то в конце поставите одну точку, значение это кардинально изменится, потому что текст будет уже изменен, добавился один символ среди вот этих миллион символов, значение изменено, и этот хэш кардинально изменится. Фишка этих функций в том, что они отображают уникальный слепок данных. Почему они называются однонаправленными функциями? Потому что вы можете только, скажем так, вы можете из войны, используя эту функцию для войны и мира, получить этот уникальный номер, но вы не можете из этого уникального номера развернуть обратно и получить войну и мир. Это невозможно сделать. Понятно? Соответственно, хэш формируется следующим образом. Берутся все файлы, текущие для этого слепка, и на основе всех этих данных, всех этих штук, формируется новый хэш, скармливаются в эту функцию хеширования. Их довольно много разного рода функций хеширования. Скармливается этот хэш, и получается уникальное новое значение. То есть вы сделали изменение в файле, вы получили новое значение и так далее. Я, конечно, удивлен, что вы ни разу не слышали о хэшах, потому что сейчас у нас в популярности эти криптовалюты все, там все майнеры делают эти хэши, хэширование, всякое такое. Раньше это было только... Ну ладно. Короче, удивили вы меня. Ну ладно, в любом случае. Вам это важно знать, что каждый номер коммита уникален. В данном случае вот эта цифра, которую вы видите под командой gitbranch-v, это цифра обрезанного хэша. То есть он не полный. Есть хэши разного размера. То есть каждый номер здесь, это шестнадцатеричное представление, ну собственно, байта получается. Бит байта. Ну короче, шестнадцатеричное представление двоичного числа. Вот так вот давайте скажем. Соответственно, Один байт это два вот этих символа. То есть мы на экране видим раз, два, три с половиной байта, да, получается. Три с половиной байта видим. Ну окей. На самом деле, хэш-функции, они имеют размер, там, 128 есть байт, это слабые какие-то хэш-функции. Есть 256, есть 512 байт хэш-функции. Вот, у них там есть уже разные протоколы, есть там ша, ша-один, ну и так далее, довольно много. Ну как там, немного, но около там 5 популярных, что-то такое. Из них некоторые уже устаревшими считаются. Вот. Соответственно, этот хэш отображает уникальный номер. Это обрезанное число. Если вы захотите увидеть полный хэш, то вам необходимо будет использовать другую команду для отображения комитов. Ну вы также можете работать и с этими обрезанными. Если вы захотите зачекать и конкретный комит, перейти на него, сможете использовать и этот номер тоже. Соответственно, какие есть стратегии работы с ветками? Так. Итак, самая популярная стратегия работы с ветками. У вас всегда есть две ветки. Мастер и девелоп. Третья ветка, это ветка той фичи, которую вы разрабатываете. Например, логин скрин, да? Или профайл скрин, или какой-нибудь другой, какой-то новый функционализм, добавляете в ваше приложение. Соответственно, что отображает каждый из веток? Мастер. Отображает тот код, который сейчас находится в App Store. То, чем пользуются юзеры сейчас на продакшене. Это находится в ветке мастер. Соответственно, от ветки мастер, как мы видим, сделана ветка девелоп, которая продолжает работу над предыдущим кодом. В ветке девелоп находятся коммиты и изменения, которые предназначены для следующего релиза. То есть, вы, выполняя какую-то работу в течение, там, до следующего релиза, например, до следующего релиза, два месяца, да? И вы, команда, работаете, 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 и у вас накапливается какой-то набор функционала, который необходимо зарелизить. Этот набор функционала лежит в девелопе. Как только вы успешно смогли сделать релиз, и у вас не возникло никаких при этом проблем, все успешно, все ушло пользователю, сразу происходит влияние веток мастера и девелопа, и все, что находится в девелопе, попадает в мастер. Как-то так. И у вас продолжается схема в том, что в мастере лежит код, который находится у конечного пользователя, а в девелопе лежит код, который вы сейчас разрабатываете. Соответственно, как вы работаете с девелопом? Понятно, что большую часть работы вы работаете с девелопом, потому что с мастером вы всего лишь раз в какое-то время, когда делается релиз, и, скорее всего, это будет делать какой-то специально обученный человек, отвечающий за релиз, будет как раз сливать эти ветки, или вручную, или автоматически, в зависимости от того, как у вас все настроено. Будет сливать девелоп мастер. А вы, как разработчик, каждый день, ежедневно будете работать по следующему алгоритму. Вы заходите в девелоп, предположим, вы взяли новую задачу, вы заходите в ветку девелоп, переключаетесь на нее, от этой ветки девелоп создаете новую ветку, под названием, ну, пускай там, ваша фича, как там, топик, да, какой-то, логин-скрин. В этом логин-скрине вы его начинаете педалить, писать, там, эти экраны, создавать их, писать логику логирования и так далее. Написали. Дальше, для того, чтобы ваш код попал в девелоп, он проходит этап превью. Вы заливаете вашу ветку, под названием, там, ваш логин-скрин, заливаете на сервер. Ваш код смотрит разработчик, ответственный за этот проект. Если вы ответственны за этот проект, возможно, вы еще раз захотите пересмотреть ваш код. Вот, и затем, вливаете, если все хорошо, разработчик, ответственный за этот проект, вливает изменения в девелоп. Если все плохо, вам возвращаются эти изменения с комментариями, вы продолжаете работать в вашей ветке и переделываете свои изменения. И дальше опять отправляете на ревью. И опять та же самая процедура. Если все хорошо, ваши изменения вливаются в девелоп, и они готовы к следующему релизу. Если все плохо, то обратно вы их допиливаете. Это вот одна из самых популярных стратегий работы с ветками. Есть вторая стратегия работы с ветками, менее популярна, но тоже присуща и встречается в разработке. Когда все работают с мастером. Абсолютно все. Когда у вас нету девелопа, и все люди заливают все, что им надо, все заливают в мастер. Соответственно, здесь есть вот такие даже понятия, как иерархия, когда у вас одна ветка зависит от мастера, а вторая ветка, которая, например, два человека делают, один делает скачивание картинок с сервера, а второй делает отображение картинок с сервера. У вас может сложиться такая ситуация, что один начал работать раньше, например, скачивание картинок с сервера делает, и от мастера отсоседился, создал справа третий столбик, получается, на левой картинке. На левой картинке третий столбик. Создал новую ветку от мастера. Мастер у нас в данном случае это второй столбик. Второй. Вот. Он сделал ветку от мастера, начинает от ней работать, сделал какое-то уже примитивное скачивание, при этом затем, через день, начинает работать следующий программист, который начинает делать UI. И он такой, о, там есть уже более-менее какое-то скачивание, слушай, а поделись. А человек говорит, оно еще не готово. Ну, хорошо, мне не важно, лишь бы там, лишь бы хоть одна картинка скачивалась, да, чтобы отображалась. Вот и человек создает себе отдельную ветку, ветку четвертую на левом снимке. И продолжает в ней работать. Накидывает какой-то UI, при этом, затем они вдвоем, один заканчивает свою ветку, второй заканчивает свою ветку, и эти ветки сливаются, затем, после слияния этих веток, эти обе ветки попадают в мастер, уходят в мастер. Вот, то есть, есть еще такой процесс работы, когда каждый программист от мастера заседивается и делает свои какие-то наработки. А есть, когда я работаю через DEVELO. Еще один, возможность, которую вы можете использоваться в ГИТе для слияния веток, а точнее сказать, не слияние, а, ну, слияние, наверное, в том числе. Только называется это перемещение. Команда называется REBASE. В чем ее фишка? В случае с мержем, да, если мы захотели, например, мастер в данном случае, это внизу, C4, а вверху наша новая ветка, это эксперимент, ветка в коммите C3. Так вот, в случае, если бы мы хотели слить эти ветки, да, мы хотели бы использовать команду merge. Что бы нам сделала новая команда merge? Она бы создала новый коммит C5, куда бы слила изменения с ветки C4, с ветки C3. То есть, она бы слила изменения. Команда merge создает новый коммит и сливает изменения с двух веток. Команда rebase что делает? Она делает следующее. Она берет ветку и помещает ее поверх другой ветки. То есть, обратите внимание, как изменился экран. У вас изменилась иерархия, репозитория. Над коммитом C4 появился коммит C3. Напрямую не появился новый коммит после команды merge. А коммит C3 переехал сверху на коммит C4. Взял и переехал. Причем, здесь он помечен не просто коммит C3, а C3 с таким вот апострофом. Это значит, что этот коммит C3 чуть-чуть изменился. А именно, в него вошли изменения коммита C4. То есть, коммит C2, C0, C1, C2. Они общие для двух веток. C0, C1, C2. После, грубо говоря, слияния или перемещения, в данном случае это перемещение, у нас в коммите C3, который стал поверх C4, уже находятся изменения и коммита C4, и коммита C3. Как-то там изменяется иерархия репозитория. В чем преимущество использования rebase? в случае с мержингом у вас весь репозиторий будет выглядеть вот такими ответвлениями, как на нижнем слайде. То есть, у вас всегда будут какие-то от мастера или от девелопа такие ответвления и будет все время какие-то ромбики торчать из этой ветки заходить обратно. И визуально это будет, ну, наверное, не очень красиво выглядеть, да. В случае с rebase если вы будете использовать rebase, то rebase переносит всегда ветку поверх другой. Берет из вот две два примера. Во-первых, у вас есть три ветки. Ветка мастер, сервер и клиент. Верхняя ветка мастер, средняя сервер, самая нижняя клиент. Какие происходят команды? Сначала клиент rebase на мастер. И что мы видим в итоге? В итоге мастер и клиент имеют такую ровную иерархию. Ровную. В случае если мы сделали команду merge, у нас бы создался новый commit и сохранились бы и изменения там, и мастер бы сохранился, и добавился бы новый commit. В случае с rebase у нас просто эти два commit, c8 и c9 переехали в конец мастера. Мы сделали rebase перемещение и затем сделали перемещение для следующей ветки сервер, поместив ее повер. Таким образом в самом конце выполнив команду rebase два раза для двух веток для ветки сервера для ветки клиента мы получили ровную такую иерархию разработки. есть тут зависит от того как любит человек настраивающий первый раз гид на вашем проекте флоу на вашем проекте. То есть или он любит мерш команду и у вас все время это все сливается и сохраняется или он любит команду rebase когда в итоге все получается ровненько без каких-нибудь лишних и в репозитории это смотрится и выглядит замечательно. есть разные проекты на разных проектах по-разному принято но мы должны уметь пользоваться и таким и таким соответственно что нам нужно первым делом нам нужно создать гид репозиторий зайдя на гид хаб у нас есть кнопочка new соответственно все проекты которые вы например кто-то не успел сделать домашки и так далее с сегодняшнего дня вам необходимо будет все эти проекты заливать на гид хаб и присылать мне не архивчиками уже а гид хаб то есть вы создаете свой репозиторий для домашнего задания или для проекта вашего текущего и заливать его на гид хаб а я смотрю изменения и желательно не забывайте на логические части бить все ваши изменения и версии то есть когда вы работали на домашнем задании например сделал это сделал то сделал третий сделал четвертый сделал пятый сделал десятый все разбили по коммитам чтобы это красиво гармонично выглядело а не так что я открываю ваш репозиторий у вас один коммит сделал дз и там весь код все там сториборды ксибы все это изменено куча кода написано и сиди и сиди разбираться нет желательно по коммитам это все разбить чтобы это выглядело драматно соответственно жмакаем кнопочку new и нас интересует репозиторий name ну назовем его я назову вот так summer 2019 git demo дальше какие у нас есть настройки публичные или приватные репозитории я к сожалению не знаю на гитхабе по-моему после того как Microsoft выкупила гитхаб у них появилась возможность бесплатных приватных репозиторий вроде как да вроде да появилась а выбрать можно да чтоб потом платить не пришлось раньше это была 100% платная фишка сейчас по-моему какое-то количество приватных репозиторий можно иметь а может даже не ограничено надо уточнить это поменялось довольно недавно эти правила поменялись вот соответственно паблик или правило то есть паблик это будет доступно всему сообществу на гитхабе private репозиторий он будет доступен только вам по прямой ссылке больше никому или людям которых вы добавите в этот репозиторий вот соответственно какая галочка нас еще интересует инициалайз дейс репозиторий визри адми файл выставим эту галочку чтобы пронициализировать репозиторий для того чтобы наш репозиторий уже был с каким-то одним файлом дело в том что если вы эту галочку не выставите то вам нужно будет выполнить отдельную команду инициализации репозитория кроме того чтобы создать его еще и пронициализировать мы сразу это выполним сразу выполним эту инициализацию отлично create гид репозитория замечательно у нас появился репозиторий мы в данном репозитории что видим первое initial commit initial commit это то как гид сделал как гитхаб сделал вам первый коммит в вашем репозитории первую версию вашего репозитория где он добавил файл readme с таким текстом и это сразу как вы видите содержимое вот оно начинается содержимое файла readme сюда начинается вот он содержимое файла оно у нас выбрано а само содержимое репозитория отображается вот здесь пока что только один файл что мы можем сделать можем создать здесь новый файл upload новые файлы поиск файлов можно сделать у нас есть информация по коммитам что у нас всего один коммит это initial commit у нас есть информация по бранчам перейду в вкладку бранч у нас есть мастер бранч вернусь обратно мастер бранч у нас соответственно есть в котором есть один коммит ноль релизов у нас сделано и один контрибьютор собственно человек который вносит изменения в этот репозиторий есть еще такая зеленая кнопочка clone or download то есть у вас здесь два варианта вы можете загрузить проект нажав download zip полностью загружаете zip в архив этого репозитория а можете его себе склонировать то есть clone команда означает что вы себе его скачиваете и ваш локальный репозиторий который у вас будет храниться в локальной наташке подключен к серверу то есть склонировать репозиторию это значит что у вас локально появится репозиторий который будет подключен к этому внешнему репозиторию соответственно клонировать мы можем двумя способами есть вот такая великолепная кнопочка use ssh она переключает вид между тем каким образом вы будете скачивать и работать с этим репозиторием у нас есть два варианта вы можете скачать этот репозиторий по HTTPS для этого при скачивании вам придется залогиниться как свой гитхаб аккаунт то есть ввести логин и пароль если вы его помните если вы его не помните вы можете использовать использование ssh ssh подразумевает что на вашей тачке лежит пара ключей приватный и паблик ключ и вам нужно паблик ключ загрузить на ваш аккаунт таким образом вы сможете при скачивании обратиться на сервер гитхаб к вашей тачке и скажут а есть ли у тебя приватный ключ если он у тебя есть тогда успешно пройдет скачивание репозитория то есть фактически если вы захотели с кем-то поделиться репозиторием или не хотите давать свои креденшины например и он закрыт этот ваш репозиторий то вы можете спокойно поделиться своим ключом приватным конечно такое редко делается обычно другими способами все это делается но возможность в принципе такая есть поделиться приватным ключом таким образом у всех у кого есть приватный ключ смогут спокойно скачивать с вашего репозитория по SSH мы будем использовать HTTPS вариант он соответственно у нас есть ссылочка нажмете на эту кнопочку вам в буфер обмена скопируется ссылка на ваш репозиторий что теперь теперь нам этот проект нужно каким-то образом склонировать себе на тачку открываем Source 3 если у вас были какие-то проекты они у вас отображаются в этом Source 3 если не было они не отображаются понятное дело чтобы открыть такое меню если вы каким-то образом закрыли там или что-то игрались есть то есть вы выбрали программулингу Source 3 дальше в Windows есть такой Show Repository браузера нажимаете его и у вас открывается такое окошко у вас есть две кнопочки переключения между Remote Repository и локальными репозиториями а также есть настроечка New и что вы можете здесь делать вы можете здесь клонировать по URL то собственно что вас сейчас интересует что вы еще можете сделать Create Remote Repository то есть вы можете создать удаленный репозиторий вы можете добавить существующий локальный репозиторий если у вас уже где-то на тачке валяется локальный репозиторий можете его сюда добавить в список можете создать если его нет локальный репозиторий можете просканировать директорию на наличие репозиториев нас интересует клон from URL соответственно Source URL это URL по которому находится ваш репозиторий в конце у него должно быть стоять точка гид разрешения соответственно убрав дальше с этого поля выделения вас попросят куда это сохранять по умолчанию это идет в Home Директоре я вам не рекомендую в нее сохранять вы там ничего не найдете поэтому выберите какой-нибудь не знаю Documents Downloads и так далее Documents Летний курс Проекты Git Git папочку создал добавляю Open у вас должно обязательно высветиться внизу слева что это гид репозиторий иногда если вы вставили неправильную ссылку давайте так я как-нибудь вот так сделаю вот оно делает обновление и не может найти этот репозиторий просит меня залогиниться User Name еще раз я отменю вот все успешно нашло репозиторий Advanced Options что у нас есть оно предлагает сразу выбрать бранч в котором вы хотите находиться по умолчанию Default бранч но у нас всего один мастер пока что и Recurse Submodules Submodules довольно интересная тема которую вам вообще не рекомендую никогда использовать от этого отказываются все кто может отказываться Submodules это когда вы внутри репозитория подключаете другой репозиторий как дочерний давайте так у вас может быть главный репозиторий а может быть дочерний и этот дочерний репозиторий называется Submodule такие штуки лучше не использовать и обходить их другую сторону нажимаем клонировать и ждем загрузку собственно если бы проект был большим время могло бы довольно долго пробежаться соответственно в репозитории браузера у вас появилась новая окошка с вашим названием репозитория и сразу открылось окошко которое необходимо для того чтобы управлять репозиторием что мы в этом окошке видим нас интересует сначала меню слева у нас есть файл статус это какие файлы в этом репозитории изменены или будут подвержены изменению это history изменение файлов какое бы у нас было это search вот дальше вы можете вот так прятать эти ветки можете показывать это ветки локальные которые у вас есть на тачке у нас сейчас всего есть одна ветка это мастер можно ее выделить и посмотреть что в ней есть теги пока что не рассматриваем что такое теги ну скажем так это пометки какие-то отдельные в репозиторию то есть вы можете помещать теги на определенные коммиты ремоутс ремоутс это ветки которые есть на сервере то есть ваши локальные ветки и ветки на сервере могут отличаться на сервере может быть там 100-500 веток у вас локально может быть всего 2-3 ветки которые вам необходимы с которыми вы сейчас работаете поэтому для веток на сервере есть отдельная обкладочка ремоутс которую вы можете прятать если вам она не нужна ну или работать стэшес стэшес сабмодульс и сабтрис сабмодульс и сабтрис ну сабмодульс это штуки которые собственно я могу лучше не использовать сабтрис мы тоже в курсе не будем рассматривать это все для более серьезных настроек проектов вам редко очень редко придется вообще работать с этими сабмодульс сабтрис прямо очень редко возможно даже за всю карьеру ни разу не столкнетесь с этой штукой вот соответственно стэш мы сегодня рассмотрим что с этим делать что это вообще такое как с ним работать и так ветка мастер что мы видим в главном окне во первых это у нас все тут двигается все у нас тут настраивается мы видим первый наш коммит помечен таким синей штукой у которого который называется initial коммит и пометки он имеет ветка мастер это ваша локальная ветка насмотрит на этот коммит дальше origin мастер origin это обозначение серверной ветки то есть серверная ветка смотрит сейчас тоже на этот коммит origin head вот если мы посмотрим на remotes head на сервере тоже смотрит на этот коммит соответственно у нас мы можем выделить этот файл давайте так с мегалковым да у меня выбрано можем этот файл выбрать и посмотреть какие в нем есть изменения в нем добавлена одна строчка такой вот черт решетка summer 200 название в общем репозиторе и все также есть информация об этом коммите вот в этом окне где есть commit number собственно вот его полный номер этого коммита да это кто его создал с привязкой имейла время когда он был создан и коммиттер гитхаб ну это гитхаб закоммитил этот репозиторий ой закоммитил этот коммит и где он сейчас находится origin master и так далее что сверху в этом приложении нас интересует первое commit кнопка commit кнопка делает слепок понятное дело кнопка pull push fetch вот эти три кнопки это все те же самые команды которые мы с вами рассматривали на рекции на слайде команды для работы с сервером pull и fetch скачивают данные с сервера команда push заливать данные на сервер тут даже стрелочки так отображены интересно branch merge branch создает или менеджит новые ветки собственно тут подсказывать create or delete branch то есть вы можете как удалять ветки отсюда так и создавать новую merge branch вы можете мерзить бранч между собой с помощью этой команды stash сейчас еще посмотрим дальше view remote посмотрите все сервера которые у вас доступны то есть у вас к одному и тому же репозиторию может быть подключено несколько разного рода серверов вы можете там заливать как в один репозиторий так и в несколько репозиторий в разных своих данных ну дальше посмотреть в финтере ваш репозиторий открыть терминал и сеттинги настроить ваши чтобы скажем так у кого-то возникли проблемы при скачивании репозитория потому что на вашем этапе если вы делали это первый раз у вас должно было запросить логин и пароль от этого репозитория и после того как вы это сделали у вас должно было быть этот аккаунт который вы ввели добавится и скачивание репозитория должно было пройти успешно скажем так всем удалось это сделать кому не удалось отлично всем удалось у меня вот у меня прямо general сразу ну короче так первое что я вам сейчас рекомендую сделать раз вы столкнулись с такой проблемой это взять и весь свой macOS переключить на английский язык это первое что я вам рекомендую сделать в дальнейшем все программы будут ставиться автоматически на английском языке вот и почему я вам рекомендую так сделать потому что вам в дальнейшем придется работать только с английским языком соответственно все настройки в туториале настройки на всякие кода проектов и так далее все нужно будет делать на английском языке и когда в английском туториале будет написано go to preference general и change language то вам нужно будет это все каким-то образом перевести на русский язык корректно и найти у себя это в настройках причем как мы только что убедились UI отличается да у тебя language внизу у меня language вверху это уже небольшое различие которое может сказаться в правильности выполнения задачи так что нас теперь интересует открываем Xcode создаем новый проект new проект single new application так и оставим product name alert лекшн конус лекция новость новость 15 да alerts никаких галочек не выставляем обращаю ваше внимание когда вы создаете проект git проект в Xcode у вас есть возможность сразу же создать git репозиторий для этого проекта нам сейчас это не нужно абсолютно потому что у нас репозиторий уже создан и уже скачен нам всего лишь этот проект нужно создать внутри репозитория поэтому мы идем по тому пути где мы сохранили наш репозиторий и этот проект создаем той самой папочке у меня может быть не в той папочке создался ах ты чуть-чуть колотить сейчас извините я должен все это пересоздать бы я тут игрался так терминал я не в том месте просто его создал так как не заметил там что серьезное вы спрашивал delete confirm ненаврал документ и создаем проект в этой же папочке редми файл отлично а если вы изначально добавляли проект в проект в ту папку, где есть репозиторий то кнопочка сделать репозиторий у вас не активна после того как вы создали проект переходим в source 3 и что мы видим а видим мы довольно интересную историю во первых у нас добавилась куча файлов ветка в мет переключаясь на ветку мастер что мы видим во первых ветка мастер осталась здесь и у нас появились uncommitted changes то есть изменения которые еще не закомичены выбрав их мы снизу увидим все эти файлы которые у нас добавились которые изменились так которые добавились с нашим проектом рассмотрим теперь меню тут снизу у нас есть разного рода сортировки тут используйте какие угодно мне абсолютно не важно мне интересует второе меню и второе меню выберите пожалуйста вариант split view staging это меню подразумевает что у вас были две секции одна секция собственно с uncommitted changes вот они а вторая секция а вторая секция unstaged files первая это staged files вторая unstaged то есть возвращаемся к теме что есть отдельное состояние для файлов которые готовы для того чтобы для них сделался слепок то есть выбрав такое состояние да stage во первых я вижу вот эти вопросительные знаки вопросительные знаки означают что этот файл давайте сюда перейдем этот файл еще untracked то есть он в репозитории не включен он только в нем лежит и гид видит что у вас есть какой-то список файлов который в этот репозиторий не включен мы можем эти файлы подготовить к коммиту выбирая вот так вот их по одному добавляя или выбрав все одновременно они переходят из секции unstaged в секцию staged чем удобно использовать две эти секции если вы внезапно захотели какие-то файлы не коммитить у вас есть такая возможность а мы сейчас не хотим коммитить некоторые некоторые файлы есть такой файл x workspace data и есть такой x user state файл так как у нас еще есть файл ну ёптить коротить ну собственно проблемы с ее интерфейсом видите да какие классные я увеличиваю 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 оп 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 но бывает поэтому давайте я параллельно буду вам показывать что происходит в в консоли потому что гид это в первую очередь консольная утилита верну все в unstaged состояние открою терминал прямо отсюда терминал откроется прямо внутри моего проекта он у меня тут чуть подсвечен чуть настроен куча всяких показано ветка в которой мы находимся ну это все такое для того чтобы узнать что у нас происходит вбиваем команду гид статус гид статус команда показывает что есть у нас добавленная папка под названием action15 alerts отлично то есть у нас всего лишь одно изменение добавлена папка замечательно если мы закоммитим то все изменения сразу идут хорошо если мы введем команду git branch у нас покажется количество веток которые у нас есть мастер причем звездочкой выделяется команда выделяется ветка в которой вы находитесь если мы наберем git branch минус а это значит что мы хотим отобразить все ветки которые вообще есть в репозитории абсолютно все и у нас тогда отобразится три ветки мастер который у нас есть локально затем remotes origin head origin master это значит что это есть ветка на все что подписано remotes это значит что эти ветки есть на сервере и ветка remotes origin master то есть git branch а позволяет вам просмотреть абсолютно все все ветки которые у нас есть если мы сейчас переведем здесь например несколько файлов состояние stage опять же напоминаю это команда git add если мы несколько файлов переведем то есть git add и название файла app-delegate переведем infop-list ну ладно давайте все переведем и отменим только это это где я не найдите такой файл который подписан как который в пути использует название user data 1 user data и 2 user data вроде все да мы их пока не будем коммитить то есть найдите чтобы у вас в пути были вот именно xc user data почему выбрал я именно эти два файла дело в том что есть отдельные файлы которые говорят за ваши локальные конфигурации проекта вот например я расставил в своем проекте breakpoint да и заархивировал его и отправил на проверку человек который его разархивирует откроет этот проект он увидит все эти breakpoint на тех местах где их оставил когда вы коммитите ваши изменения в репозиторий желательно свои breakpoint туда не коммитить и другие user данные которые вы у себя настраиваете локально например там цветовая схема сюда не входит но breakpoint например входят вот поэтому мы их сейчас коммитить не будем и посмотрим как это отображается в консоли git статус мы видим что у нас зелененьким подсвечивается куча файлов которые готовы к коммиту и два файла которые не готовы тут даже так и подписано untracked files untracked это значит еще даже не подключены к репозиторию здесь changes to be committed то есть изменения готовые к коммиту соответственно если мы сейчас здесь наберем git commit изменения закоммитятся если мы здесь нажмем кнопочку commit изменения тоже закоммитятся только в обоих случаях нас попросит ввести текст в случае если вы здесь это нажмете текст у вас попросит ввести в красивом таком окошке замечательном где вы можете написать там не знаю это наш первый коммит да в этом репозитории мы добавили проект edit project пускай будет так edit project какие у нас еще есть настройки в этом коммите здесь у нас есть так сказать подготовленные текста которые вы когда-либо использовали у нас есть commit options одна из самых интересных commit options это amend то есть команда amend что сделает сейчас если если я выберу amend она возьмет и перезапишет последний коммит нас это пока не интересует вот мы в дальнейшем будем этим интересоваться соответственно edit project и нажимаем commit а у меня выставлена настройка в source 3 чтобы отображать консольные консольные команды мне только не помещается полный текст для разрешения экрана по-моему здесь нет значит general должно быть по идее ниже стоит галочка о том чтобы отображать консольные команды у меня тут типа как выполнилась команда что он что ввел сам source 3 в терминале что он ввел и вижу complete у вас по идее оно должно было закоммититься и все успешно пройти соответственно что мы теперь видим и какие изменения у нас все так же остались uncommitted changes потому что мы два файла не закоммитили у нас теперь появился новый commit и у нас уже есть какая-то более-менее визуальная визуализация нашей веточки мы видим что наш мастер переключился на последний commit origin мастер или commit на сервере до сих пор остался смотреть на предыдущий commit а также source 3 нам подсказывает что мы находимся в one commit ahead то есть мы впереди находимся значит что у нас последние изменения вообще для этой ветки которые нужны теперь если мы захотим наши изменения залить на сервер в нашей репозитории нажимаем кнопочку push кнопочка push показывает новое окно в котором во-первых выбрана URL репозитория куда вы будете это заливать у нас выбран github.com мой мячеслав белый 1 sambre 1019 и так далее ветка выбрана куда вы хотите это заливать если ветка такая уже создана на сервере у вас автоматически будет стоять галочка если такой ветки еще нет на сервере галочки такой не будет и вам нужно будет ее поставить вручную вот select all force push нас пока не есть не рисует команда окей нажимаем требует логин и пароль ух ты ёптить холодильник а у меня то что-то требует логин и пароль сейчас одну минуту надо потестить свой логин и пароль перед тем как его водить логин логин не надо так делать поэтому я решил по тесте сначала потому что потом сложно вычищать это все из source 3 сейчас покажу да лучше сейчас зайди на сайт гитхаба и попробуй в него залогиниться если у тебя все совпадет то это значит все отлично есть нюанс в том что если у меня ну именно из source 3 дело в том что source 3 кроме того что этот учетку она кроме того что сохранят в общей настройке кита она еще и добавляет свои локальные настройки и нужно что гид настройки почистите общие что почистите source 3 настройки в общем чтобы это все было правильно если у вас команда push прошла успешно его сейчас подожду пока вы все запушите тебе покажу что нет windows в source 3 тебе шел репозиторий браузер у тебя открылся такое окошко ты в нем делаешь клон from url так когда у тебя уже есть репозиторий а мы в xcode еще ничего нигде не видим проект экскода ты должен был его создать в папке репозитория нет репозитория ты склонил репозиторий в какую-то папку вот сейчас вот здесь у тебя этот репозиторий лежит в какой-то папке ты в эту же папку создай проект да или возьми свой текущий проект и перенеси его туда если у вас все прошло успешно push прошел успешно тогда вас мастер origin мастер переключился на мастер как собственно и ожидалось теперь что нам делать с этими двумя коммитет файлами эти файлы это юзер дата это юзер дата меняется зависимости того что вы делаете с проектом то есть вы там какие-то свои то свои личные настройки делаете там breakpoint и расставлять еще что-то соответственно это все не нужно коммитете никто не хочет скачать сервера проект и получить там вместо своих breakpoint of которые уже в него настроены в своем проекте получить ваши breakpoint этого точно никто не хочет поэтому для того чтобы эти проекты файлы не мешали не висели вы можете их выделить нажать правой клавишей и добавить в игнор прежде чем мы это сделаем если вы уже сделали не страшно хочу вам показать содержимое самого самой папочки гид кроме того что у нас есть файл ридми и alerts понятное дело у нас еще есть папочка скрытая гид для того чтобы отобразить скрытые файлы команд шифт . нужно нажать это скрытая папочка кит как раз будет управлять всеми вашими изменениями у него есть тут файл конфиг локальный для вашего репозитория который настраивается и куча всяких настройщик интересных логи бранчи и все 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 что вас интересует вот соответственно файл который здесь висит это конфиг и все если мы сейчас на этих файлах нажмем ignore нас спрашивает игнорировать эти файлы для всех 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 репозиториев на нашем компьютере или только для этого конкретного репозитория от этого будет зависеть в какой файл добавятся эти файлы в игнор есть два файла глобальный файл настроек у гита и локальный файл настроек для каждого из репозиторий вот этот файл конфиг в нашем репозитории это локальный файл настроек но если мы зайдем в home directory и найдем здесь например гит игнор глобал файл отдельный то если мы сейчас в source 3 выберем глобал то эти файлы добавятся в глобал игнор и тогда ни в каком из проектов в принципе эти файлы у вас не будут добавлены в в игнор но тут есть один маленький минус что это будет работать только на вашей локальной тачке этот гит игнор глобал глобальный игнор только на вашей локальной тачке соответственно другой человек который скачает на репозитории он у него не будет этих настроек по юзер дате и он может случайно взять и свои брейкпоинты закоммитить и залить ну может такое случайно произойти поэтому желательно такие гит игнор формировать для конкретного репозитория игнор индейс репозитория выбираем и есть на что у нас требуется а теперь у нас появился совсем другой файл под названием гит игнор в этом файле гит игнор мы можем посмотреть содержимое что у нас тут содержимым файл контент и указан контент который игнорировать юзер дата 1 юзер дата 2 соответственно кит игнор файл это отдельный файл который нужно закоммитить нажимаем добавляем его в стейдж состояние и сейчас я его хочу закоммитить и давайте так не стейдж состояние а через терминал это хочу сделать покажу как вам работать в терминале соответственно гит статус смотрим какой файл у нас не закоммичен не закоммичен гит игнор супер для начала хочу его добавить в стейдж состояние и смотрю гит статус отлично он перешел стал зелененьким перешел в стейдж состояние теперь я хочу закоммитить гит коммит как только я сейчас нажму эту команду от меня попросит ввести текстовое сообщение если у вас короткое какое-то текстовое сообщение вы можете добавить это параметром минус м типа месседж и написать здесь какой-то месседж вашего коммита то есть тот самый текст или вы можете нажать гит коммит и тогда у вас откроется встроенный текстовый редактор в терминале в консоли встроенный текстовый редактор во всех терминалах которые у вас откроются по этой команде будет vim скажем так как бы вам одной фразой описать что такое vim про него ходило очень много шуток а именно люди которые нет типа тот кто познакомился с вимом сто процентов перезагружал компьютер потому что не смог с него выйти и второе это то что на стек оверфлоу самые залайканный ответ за весь период это то как выйти с вима дело в том что это не ну такое в него управление командное чтобы управлять и вимом вам нужно внутри вимов допадить команды еще тоже то есть как-то так то есть нам вводим гид коммит у нас открывается редактор то это даже кстати не вим это его предыдущая версия вим отличается от виб одной буквой м который по моему расшифроваться как модифайл типа вот соответственно у нас есть курсор какой-то которым мы даже можем управлять да но чтобы начать вводить текст нам нужно перейти в режим редактирования текста для этого нужно нажать кнопочку и у нас внизу загорится insert теперь можем вводить текст вводить текст который нужен для нашего коммита какой-то коммит месседж и мы пишем что этот гид игнор файл теперь чтобы выйти с режима это самое интересное нужно ввести двоеточие но символа двоеточие отдельного нет на клавиатуре поэтому нужно нажать shift и что у вас там чтобы внизу у вас курсор перескочил вниз и вы нажали например команду в и кью команда просто выйти в и кью сохранится и выйти в и кью большими принудительно сохранится видео нажимаем в и кью супер видим сообщение в консоли что у нас появился комит под номером 73 вот этот такой один файл с изменением добавлен все супер с проверяем команды гид статус что файл закомичен все все черненько все закомичен хотим посмотреть все наши комиты теперь кто не работает не и нужно нажать есть кейп дальше двоеточие и в и кью сохранится и выйти да все сложно на самом деле я считаю вимом наверное самым мощным текстовым редактором который вообще когда-либо встречал а в нем слишком много горячих клавиш я даже когда-то программировал в имя когда еще на сей писал он там летали больно сложно настраиваемый но в нем довольно если научиться приложиться можно быстро работать вот но поначалу это все сложно очень сложно привыкать можно даже несколько месяцев к ему чтобы начать в нем реально быстро работать но когда вы научитесь им работать будете работать быстрее чем в любой среде чем какой-либо случае с x-кодом я вам не советую не изучать не не забивать этим голову вот но работать с ним а именно редактировать текст и выходить из него вам пригодится при любых работах консоли в терминале работа в терминале если вы захотите шагнуть немножко дальше middle позиции работа в терминале вам необходимо будет однозначно вы должны будете уметь это делать работать с вимом и с другими остальными штуками в терминале так соответственно есть еще такая великолепная команда git log git log показывает коммиты которые у нас есть причем сразу все отображает причем довольно интересным способом во первых она подсвечивает последний коммит этот git ignore файл ну и как вы видите типа вывод который она сюда выводит в консоль ну не очень симпатичный если сравнивать с source 3 да вот мы в source 3 смотрим о боже мой тут у меня тут можно между коммитами переключаться можно наблюдать и что за чем следит все очень классно все визуально выглядит но если заморочиться то можно добиться такого же примерно эффекта в консоли путем вывода вот таких вот типа вот звездочкам видите коммит описание у вас такой команды нет это у меня отдельно настроенные команды в моем терминале git l l еще и git ls по идее да типа более скомпонованная опять же с отображением веток разным цветом когда это было сделано кто это был сделан то есть принципе настройки консоли вам позволят работать и в терминале я могу скинуть ли все настройки это не проблема я сам стараюсь работать 50 на 50 недельку там сижу недельку там сижу единственный минус терминале это то что у вас есть возможность в гид вам позволяет коммитить не целый файл а коммитить например из файла только какие-нибудь две строчки до остальные не коммитить например вы создали кучу комментариев и вы не хотите коммитить вот и чтобы их не удалять вы можете выбрать здесь давайте сейчас что-нибудь изменения апп делегат 123 добавил три строчки три комментарии и сразу это уследил и вот я например хочу всего лишь эти две строчки за коммитить а третью не трогать я выбираю их и добавляю стейджи selected lines таким образом у меня selected lines переходят стейдж состояния 12 а третья линия остается в он стейдж файла и когда нажму коммит за коммитится только та часть которая находится стейджи в терминале это делать сложно но слава богу это редко требуется чтобы коммитились отдельные линии с файла но когда требуется это да не выделывая захожу source 3 или пользуюсь я вам рекомендую все-таки где там пользоваться стараться научиться пользоваться в консоли хотя бы научиться а дальше уже выбирайте сами где вы будете пользоваться в консоли или же source 3 учитывайте только что source 3 иногда отображает иногда может зависеть надо отображать недействительную информацию терминал данном случае консоль всегда ответ всегда отображает действительную информацию всегда она не зависает она на случай при работе с гитома она показывает всегда корректные данные так далее source 3 зависает и баги есть какие-то и в общем как то так собственно давайте сделаем несколько изменений в наших контроллерах посмотрим как это будет работать я пока эти изменения отменю каким образом во первых я играю галочку возвращает of stage состояние и если я хочу откатиться я или в терминале ввожу команду статус и дальше ввожу гид чекаут команду и этот файл контролл c контролл v и мне за чекаутиться этот файл или в этом же source 3 я выбираю правой клавишей и нажимаю reset reset и файл сбрасывается до предыдущего состояния то есть вернувшись в xcode открыла bp делегат я не увижу здесь своих комментариев все вернулось в исходное состояние идеально так уж у нас по времени давайте сделаем перерывчик пятиминутный и начнем делать алерты если есть вопросы задавайте конечно можно но только если ты запушил на сервер то для того чтобы обновить сервере историю тебе нужно будет применить force push не просто пушка force push force push довольно скажем так во многих проектах запрещен принципе потому что ты перезатираешь историю на сервере так что нас интересует нас интересуют и мы там остановились ветвление работа ветками и так мы хотим добавить наше приложение несколько алерт на стандартных алертов их бывает два вида алерт который вы видите сверху это тот который появляется по центру экрана обычно она в принципе они оба появляются по центру экрана собственно не это по центру экрана на фоне у вас все потемнеет да и вы можете задать пользователю какой-нибудь там вопрос у соответственно валерта есть тайтл есть месседж и есть экшены экшенов бывает какое годное количество штук и они отображаться по-разному если вы один экшен добавите будет у вас окей на всю длину два экшена добавить и будет кенцел и окей вот так вот разбив пропорционально если у вас четыре экшена там три они будут друг по другом вот так вот находиться то есть система сама построить юай независимо от того что вы как вы это хотите сделать но она будет строить ее в зависимости от количества экшенов которые вы установите обращаю ваше внимание на цвета есть так и стандартные цвета канцел самом низу она такого более жирная это канцел экшен то есть типизированный экшен соответственно красненьким у нас подсвеченная дистрактив экшен вот и есть обычные это дефолты то есть они обычным цветом таким каким-то светятся то есть максимум как вы можете это настроить это выбрать цвет с помощью красненький или жирненький да или обычный алерта бывает два типа один называется alert 2 называется экшен шит экшен шит это алерт который появляется снизу экрана вы наверное часто видели что с подтверждением выезжает снизу и у него также есть тайтл есть месседж есть набор экшена в случае экшен счета у вас что что один экшен что два что три они всегда будут вот так друг на другом располагаться канцел экшен видите как он так обособленно стоит ниже то есть он как-то так выделен отдельно собственно как мы с ним работаем не знаю как вам хорошо ли видно или нет надеюсь что часть хотя бы вы можете рассмотреть нас интересует класс юай alert controller он у нас инициализируется с тайтлом и с месседжем дальше нас интересует класс юай alert экшен который у нас инициализируется с тремя параметрами title опять же это текст это style style это жирненький и обычный или или это красненький подсвечивается и handler handler это клажур который будет вызываться когда пользователь нажмет на ваш альер на эту кнопку точнее сказать в этом альерте в этом экшене вот и мы добавляем какое угодно количество экшенов в этот альерт соответственно то же самое происходит для другого типа альерта под названием экшен шит единственное что класс юай alert controller при инициализации принимает параметры preferred style и preferred style у нас будет двух типов или альерт или экшен шит как-то так и не забываем вызвать презент так как юай alert controller это контроллер view controller наследник от view контроллера то вам его нужно запрезентить на экране поэтому вы вызываете функцию презент для того чтобы его отобразить а дальше он уже сам разберется так сказать давайте попробуем это сделать предварительно поняв как у нас формируется handler экшены handler должен быть типом функция то есть мы должны передать так к лажуру который возвращает войд а принимает ее и alert action то есть если вы сделаете переменную хендлер да как я сделал только что вы увидите самом верху и обозвал и написал синтакси что принимает экшен типом new alert action и возвращает войд и написал там какой-то код то вы можете этот хендлер устанавливать в напрямую в юай alert action или можете сразу это указать в alert action и путем введения к лажу в этом сказать соответственно погнали добавим на наш контроллер две кнопочки одна будет показывать у нас action sheet вторая будет показывать обычный alert контроллер так нас интересуют две кнопки не забываем что нам нужны констрейнт для них так как они будут находиться рядом я их помещу в стык вью которые расположу по центру экрана одну кнопку назову назову alert вторую назову action sheet action sheet и соответственно нам нужно акшено боже мой action шоу-алерт и и экшен, шоу-экшен-шит. А такой вопрос с юморком. Как у нас переводится щит? Как-как? Лист? Молодец! Я просто спросил. Так. Что? Где? Это две кнопки, да, обычные. Да, и экшен от каждой, все верно. Сто раз так делали. Я помню, ты в такое время уже сложно разговариваешь перед собой. Собственно, пока вы там все настраиваете себе, что нас интересует? Мы вот начали работать, да? Куча изменений уже сделали. А работаем-то мы не по правилам. По-хорошему, что мы должны сделать? Мы начали работу над новой фичей. Мы решили добавить новые алерты, да? Мы должны сделать новую ветку. Давайте сделаем новую ветку в нашем репозитории. Мы находимся в мастере. У нас есть два варианта. Можем сделать это через терминал, можем сделать через source 3. Соответственно, нажимаем branch, выбирать new branch. Отлично. Назовем это... Смотрите, тут еще тоже интересная такая фишка. Если вы название branch, пускай это будет alerts, да? Назовем branch alerts. Типа мы тут будем добавлять алерты в этом branch. Если вы название branch, а используете слыши, то source 3 будет это видеть как папочки какие-то. То есть, например, что рекомендуемо? Вы пишете feature, означая, что feature, slash и alerts. Таким образом, вы говорите, что в вашем репозитории будет... Причем, это все название ветки. Feature, slash, alerts. Это все название ветки. Но сама source 3 за счет этого слыша, оно берет и все ветки с названием feature, помещает их в папочку feature. И создавая branch таким образом, feature alerts, он у нас появляется и выглядит он вот таким образом. Да, вы можете разворачивать. То есть, все остальные фичи, которые вы будете добавлять в ваше приложение, вы будете добавлять с приставкой feature. Все баги, которые вы будете фиксить в вашем приложении, вы будете добавлять с приставкой bug, например, bug и slash, название бага. Все hotfix вы будете набирать hotfix, slash, что-то там и так далее. То есть, желательно как-то ветки группировать. Это одна из возможностей группировки веток в source 3 по вот таким вот критериям интересным. Соответственно, что мы видим в source 3? Теперь у нас на этот commit, edit.gitignore.file, у нас на этот commit смотрят две ветки. Первая мастер, вторая фича alerts. И мы сейчас находимся в ветке, которая выделена жирным, это alerts. Супер, мы теперь начинаем работать в нашей ветке alerts. То, что как раз нас интересовало. Добавим... Так, какие у нас измененные файлы. Добавим... Отображение первого алерта. Переходим во view controller. Так, show alert. Let alert. UI alert controller. Ну вот. Так, проектор починили. UI alert controller нас интересует. У него есть инициализатор с тайтлом. Супер. Пишем title. Какой угодно. Для чего угодно. Можете использовать этот контроллер, например. Там... Access. Photo access. О, давайте как-то назовем. Photo access. Что-нибудь. Photo access. Месседж будет... Do you allow to use your photos? И preferred style. Мы видим... Ничего не знаем. Мы видим только, что это UI controller.style. Какой-то отдельный тип внутри UI alert controller. То есть, style это nested type. Да? В alert controller. Но мы знаем, что это e-num. Поэтому, поставив точечку, у нас есть на выбор два варианта. Action sheet или alert. Выберем alert для начала. Собственно, мы определили alert controller с тайтлом и месседжем. Теперь нужно его отобразить на экране. Present. Present. И сюда передаем alert. Но мы еще не до конца его сконфигурировали. Нам нужны кнопки у этого alertа. Там ok, cancel и так далее. Для этого давайте ok action. Создаем этот action. Класс, который используется для этого. alert action. У которого есть также свой инициализатор с тайтлом. Ну, наверное, для ok сделаем title ok. Но, в принципе, вы можете сюда вбить любой текст. Типа allow, например, в нашем контексте. Allow или get access или там что-нибудь еще. Что-нибудь разрешаю. Какие-нибудь синонимы к слову разрешаю. Стиль, который у нас есть. Это cancel default distracted. Но обычно для ok. Мы можем выбрать тип cancel. Давайте, чтобы ok был жирненьким. Да, таким. И handler. Handler у нас optional. Давайте пока его не поставим. Пусть будет так. И этот action нужно добавить к alert. Alert. Add action. И сюда скармливаем ok action. Ну, давайте запустим, посмотрим, как это работает. Довольно смешно, конечно, сейчас получится. Получается, что пользователю появляется alert. Где написано photo access. Да, жирненьким дальше. Do you allow to use your photos? И только одна кнопочка ok. Да, то есть я даже не могу отменить это использование. Что, в принципе, не очень хорошо. Но что поделаешь, да. С пользователем может только согласиться. Причем вы не можете cancel. Этот поп-ап ничего не можете сделать. Только нажать ok. Причем нужно буковку k тоже большой буквы сделать. Вот так вот. Давайте добавим все-таки cancel для приличия. Для этого создадим еще один action. Cancel. Action. Action. UI alert. Cancel. В стиле выберем default, чтобы он не был жирненьким. Ну, а в handler поставим ниву пока. И нужно добавить этот action в alert. Опять же, alert. Add action. And selection. Справились. Alert. У нас появился cancel. Все довольно просто. Итак, мы сделали маленькую логическую часть в нашем приложении. Замечательно. Теперь нужно эту логическую часть сохранить. Закоммитить. Я хочу это сделать из storyboard. О, извините, есть терминал. Открываю терминал. Уже заговариваю сам. Что тут происходит вообще? Гид статус. Два файла есть. Main storyboard и view controller, который нужно закоммитить. Если я не хочу переводить файлы в стейдж состояние, я могу написать git commit минус а. Таким образом, закоммитятся все файлы, неважно в каком они состоянии. Все файлы, которые даже в модифайт состоянии, они проскочат состояние стейдж. И не нужно к ним писать git add и каждый добавлять. Если я хочу срать, я уверен во всех своих файлах, 100% уверен, я могу написать git минус а. Таким образом, сказав, что все сейчас закоммитится. Если я еще знаю сообщение, которое напишу, можно добавить минус m и написать edit alert. Таким образом, я в команду commit ввел сразу два параметра. Первый параметр минус а говорит о том, что будут закоммитчены все файлы, вне зависимости от стейдж состояния. Вторая команда минус m сразу введет текст. Не открывая текстовый редактор Vim в консоли, в терминале. Вы можете то же самое сделать через source 3. Нажать commit и у вас все закоммитится. Source 3 обновился, появился новый commit. Обращаю ваше внимание, этот новый commit появился в фиче alerts branch. А мастер остался на commit ниже. При этом, вы можете спокойно нажать два раза и переключиться на commit ниже. Вот у нас теперь выделен таким вот, видите, жирненьким. И весь ваш код в Xcode пропадет, понятное дело. То есть быстрое переключение между разными версиями, это ключевое удобство системы контроля версий. Переключаемся обратно в наш branch, в котором мы работаем и добавляем alert, actionSheetAlert. Все то же самое. У нас есть переменная alert, типом UIAlertController. С title можно без title. Message. Не знаю, какой-нибудь мастер интересный, можно придумать. Choose film. Preferred style. Выберем actionSheet. И сразу же, чтобы не забыть, запрезентим его для показа. AlertAnimatedTrue. CompletionNew. Нас не интересует показа на completion. Так, так как он у нас пустой, неплохо добавить action. CancelAction. CancelAction. AlertAction. AlertAction. Ну вот. Опять. Да, вы напоминайте, потому что всякое может случиться. Ну давай. Так, alertAction. Cancel только напишем. Cancel. Стиль. Ну, стиль Cancel выберем. Handler. Нулевой. И добавим ему alert. AddAction. Да, это... Иногда программирование превращается в такое монотонное добавление экшенов в alertController. Ну и добавим еще какие-нибудь два фильма. Какие хотите. Два экшена. Филм 1. Что там сейчас в кинотеатрах идет? Новый человек-паук. Да. Человек-паук. Как он там называется? Дефолт. Дефолт. Хандлер. Нил. Alert. AddAction. Филм 1. И еще один фильмец какой-нибудь для приличия. Филм 2. И alertAction. Аладдин уже прошел или еще идет? Серьезно, что ли? Я не знаю, как Аладдин здесь напишется. Ну, идет, так еще идет. Ладно, оставим потом. Дефолт тоже и нил. Не забываем добавить экшен. Аладдин. Аладдин. Аддин. Акшен. Филм 1. Брат. Мы добавили три экшена. Cancel экшен. Филм 1. Филм 2. Акшены. И не забыли запрезадить alert на экране. Теперь у нас есть выезжающий alert. Обращаю ваше внимание, Action Sheet Alert cancelится путем нажатия на любой части экрана. В случае с обычным alert так не работает. Нужно нажать на конкретную клавишу. Action Sheet cancel. Ох, боже мой. Action Sheet cancelится по нажатию как самого cancel внизу, так и всего остального. А ну-ка, я сейчас попробую cancel action отменить и посмотрим на результат. Если я cancel action уберу, чтобы у нас отображаться он. Ну вот, следующим образом обрезанным таким. Без cancel. Без выделенного элемента снизу. Поэтому если у вас отсутствует стиль, элемент action со стилем cancel, то будет вот такой эффект на экране, как вы видите. Без кнопочки cancel. Это нужно учитывать. Вот, что хотелось бы сделать. Сейчас немножко покудить. Еще буквально 5 минут. Это общие хендлеры. Пользователь нажимает, и мы хотим этот хендлер как-то вот и перехватить. Как-то вот хотелось бы. Вот, и хотелось бы получить общие хендлеры. Не каждый писать здесь отдельно, да, путем trail notation. Мы можем вот так сделать. Раз, action, да. Здесь второй action. Так, ну не очень прикольно писать. Хотелось бы мы все-таки программисты как-то на общий манер это написать. Итак, смотрим. У нас хендлер должен иметь тип вот такой. Ualert action. Вот, чтобы не забыть, вернемся в нашу функцию. И объявим переменную таким типом. Хендлер. Ualert action. Void. Отлично. Теперь сделаем небольшую... Небольшую заморочку такую интересную. Понятно, что этот хендлер должен быть типом Ualert action Void, да. То есть мы сюда флажуру, которая будет принимать, как называется, action, да, внутри и что-то внутри делать. Принт и что-то принтить. Пускай мы хотим принтить разные фильмы, которые выбрал человек. Человек-паук или Аладдин. И фишка в том, что этот хендлер принимает вот такой тип данных. Этот тип данных мы можем как переменно передать, так вернуть и с функцией, с другой. Поэтому можем немножко усложнить запись. Можем сделать следующее. Сказать, что этот кложур... Давайте так. Так, у нас будет enan films. Ну, пускай будет так. Film1. Упс. CaseFilm2. Ну, по-хорошему здесь написать человек-паук, Аладдин. Ну, вы поняли. И тут можно строку даже написать, чтобы не забывать, что это стринг, здесь человек-паук. Все как правильно вот так сделать, Аладдин. Вот, мы же крутые разработчики. Будем пользоваться всеми возможностями свифта. Теперь я хочу, чтобы наш кложур, у которого есть два типа, возвращал этот хендлер, чтобы он возвращал этот экшен. Генерировал его, грубо говоря. Для этого, сейчас я вот изменю эту запись немножко следующим образом. Наш хендлер будет принимать на вход films film type или давайте так type films и возвращать your alert action. Соответственно, этот кложур нужно немножко переписать. Там будет return вот так вот делать. А здесь будет приниматься тип. Тип и ой, все сложно. Короче, в чем фишка? У нас хендлер, который принимает на вход тип, а возвращает кложур. Это позволит нам написать кложур, вот такой общий, который принимает тип, внутри которого он возвращает другой кложур. Благодаря этому в принте мы можем указать type, точка, raw value. Что это нам позволит сделать? Нам позволит это в экшенах написать конструкцию хендлер хендлер и сюда передать film1 ой, нет, не сюда вот сюда хендлер передать film1 фильм1 сюда хендлер передать film2 ну а текст человек паук и аладдин хотелось бы, конечно, заменить на films film1 raw value и то же самое с аладдином на raw value я немножко быстро это делаю я это прекрасно понимаю вот только потому, что все, наверное, спешат но хочу остановиться все-таки на этом моменте когда мы сделали общий хендлер но который работает по-разному благодаря тому что мы передаем этот тип что мы формируем вот здесь кложуру которая внутри себя изменяет свое состояние в зависимости от типов, которые мы его передали то есть у нас есть внешний кложур который мы передаем тип вот он film1 и есть он возвращает внутри кложур который есть raw value то есть в принципе мы можем здесь еще сделать кучу всякой логики дальше в экшене мы можем сделать тоже кучу всякой логики причем в зависимости от ходного параметра вот здесь вот в этих хендлерах это просто для того для красивой записи в хендлеров мы это все сделали и повторили работу с кложурами таким образом когда мы сюда передаем этот хендлер мы формируем вот этот кложур в который мы передаем film1 параметр то есть он все переходит сюда дальше выполняется какой-то код непонятный и этот кложур формирует новый кложур возвращает его из себя в котором тот самый тип который необходим этому инициализатору а этому инициализатору необходим UI Alert Action который возвращает void он возвращает такого же типа кложур у которого есть экшен и который может пользоваться вот видите я выделил этот параметр вот он который может пользоваться всеми параметрами которые пришли извне из старшего кложура получается то есть отсюда соответственно мы как бы используем один и тот же хендлер но если бы у нас было 12 вариантов например да то они бы все красиво смотрелись хендлер фильм 1 хендлер фильм 2 хендлер фильм 3 фильм 4 и так далее если бы они были все захардхожены то есть фишка в том что мы используя стандартные функции языка упростили синтаксис вот здесь не не написав здесь кложуры отдельно но усложнив синтаксис вот здесь но если вы хорошо разбираетесь с кложурами это не должно стать перепоной скажем так посмотрим как это работает и вообще работает ли action sheet и человек выбирает человека паука обращаемся в консоль вуаля написано человек паук нажимает aladdin вуаля написано aladdin потому что мы тип передали фильм 1 это тип фильм 1 перешел в кложу ниже и action который сформировался у нас это фильм 1 и raw value то есть aladdin это так ой тут фильм 1 это человек паук человек паук соответственно мы закончили работу с веткой только мы не закоммитили последние изменения давайте нажмем commit нажмем переведем их в stage состояние чтобы мы могли закоммитить добавим edit alert alert sheet закоммитим наши изменения теперь нашу веточку нужно залить на сервер нажимаем push и видим что по умолчанию не выделено ничего потому что такая ветка отсутствует на сервере поэтому мы нажимаем галочку и пушим ее второй раз у вас уже не должно запрашивать никаких паролей ничего такого если вы уже до этого пушили соответственно alert было запушено у меня мастер был не запушен я возвращаюсь в мастер и пушу мастер чтобы у меня было все в порядке все отлично теперь у меня этот же код и на гитхабе и у меня локально на проекте то есть если мы перейдем на сайт самого гитхаба сейчас я обновлю страничку вот мы видим список файлов которые у нас здесь есть в нашем проекте папочка election 15 alerts которая содержит xcode project и папочка которая лежит app-delegate view-контроллеры ассеты и так далее то есть все это можно найти на гитхабе в открытом доступе это лежит вот соответственно следующее что мы должны сделать где-то слить ветки сливать ветки будем следующим образом находясь в мастере переключитесь ветку мастер нажмите два раза на нее или здесь или здесь меню слева чтобы она выделилась на алердзе на ветке alerts нажмите правой клавишей ну или двойной там merge alerts into master смержить ветку alert в мастер после того как вы залили ветку по хорошему ее нужно было поставить на review мы с вами еще разберем как работать с merge конфликтами вот пока что это вот тема для следующей лекции вот нажимаем merge alerts дальше у нас на выбор есть два варианта ну две галочки которые можно поставить первое commit merge changes immediately это значит что если все в порядке сразу создастся новый commit если что-то пойдет не так то вам остановится merge конфликт возникнет и вам нужно будет решить эту задачу мы поставим эту галочку и include messages from commit band merge merge commit нас это не интересует нам текст подставит сам source 3 тот который нас интересует нажимаем ок видим что операция выполнена успешно что у нас произошло ветка мастер в метку мастер было смержено два коммита коммит от alert коммит из ветки alert было смержено два коммита теперь у нас ветка мастер перешла на два коммита выше и новые смержные изменения также пушим это такая стандартная процедура вы создаете ветку в ветке работаете дальше эту ветку мержите в свою основную рабочую ветку в нашем случае это был мастер вот на следующей лекции у нас еще девелоп появится и так далее собственно у меня нет ладно шучу конечно же ну странно что пароль каждый раз есть смысл добавить ваш аккаунт вот сюда в настройках source 3 добавить аккаунт ваш не забудьте выставить https вариант выставить гитхаб выставить basic и выставить тот юзер и нам и посмотрим например если там аккаунт выставить ну тогда вводите пароль что вы то что вы не помнили так запомните хотя бы на самом деле отбитый аккаунт отбитый аккаунт надо добавить от гитхаба ну в любом случае нужно поиграться с аккаунтами причем проблемы в консоли такой нет в терминале и ваша задача на домой будет я вот так вот это выделил специально чтобы вы обратили на это внимание вы не разберетесь с гитом пока не прочитаете три главы из основной документации она на русском есть на английском есть на этом читайте вам не важно команды все равно на английском git commit git add и так далее единственное что описание к этим командам будет у вас на русском языке так что в любом случае там еще на кучу языков переведена эта документация обязательно прочитать первые три главы конечно если хотите стать супер гид специалистами желательно прочитать всю книгу вот она пригодится но для минимального вам нужно прочитать первые три главы с картинками вставками и так далее на сегодня все спасибо за внимание если есть вопросы задавайте сайт остаточку 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 и так далее Продолжение следует...